Больше всего удивляют люди. Бесспорно. Природа восхищает и поражает, хочется кружиться, все увидеть и пощупать, но на первое место я поставлю людей, а точнее их изменения в себе. Меняются люди в хорошую сторону не очень, за стороной не очень смотреть интересней, так как она ярче выявлена. И потому что слова инструктора, цитата, «Если хочешь понять, твой ли это человек, сходи с ним в поход», они становятся оправданы. У меня есть такой пример, когда меняюсь я, меняется группа людей, и я хочу сейчас о нем рассказать. Это даже, наверное, похоже на какой-то прием, который можно использовать. Смотрите, есть вы и есть группа людей, друзей, братья, сестры, кто угодно, но возьмем, что это вы и ваша часть команды. Остальная часть команды недалеко от вас, сидит у костра, и, в общем-то, вы идете к костру и к ним. Но есть два «но», два фактора. Это темнота и страх. Страх, который очень быстро рассеивается, и вы, как вкопанное, стоите на месте. И что же делать? Тогда я подумала, что можно притвориться, только притвориться, что тебе не страшно, и ты вступаешь в эту темноту. Ребята видят это, и они становятся увереннее за счет тебя, и им становится менее страшно, и они уже идут за тобой, и происходит некая рокировка. Они стали увереннее, а так как ты притворялся, ты уже можешь опираться на них. И в итоге вы все преодолеваете этот страх и доходите до костра. И такие примеры могут быть с чем угодно, с самыми разными, и с насекомыми, и с высотой, и со страхами, и не только со страхами. И за этим, конечно, очень интересно наблюдать, наблюдать, как меняешься ты сам, наблюдать, как меняются другие, как меняются другие за счет тебя, и ты за счет них. И это, конечно, удивительно. Да, конечно, конечно, изменилось. Ты чувствуешь свободу. Свободу везде. Ты понимаешь, что ты маленькая часть, на самом деле, маленьком отрезке этого мира. И когда ты видишь другой его отрезок, особенно без людей, вообще без людей, ты понимаешь, что только ты, группа и все остальное. Деревья, вот, ручьи, и все вот это, и это тебя поражает. И ты понимаешь, что иногда тебе это было нужно больше, чем все остальное. Вот это... Вот это абсолютная свобода, когда ты понимаешь, что ты уже веришь во все. И после того, как ты понимаешь, что ты веришь абсолютно во все, теперь в свои силы, это становится для тебя каким-то продвижением в твоем жизненном пути. Ты понимаешь, что ты сейчас, находясь в походе, ты видишь дальше, чем ты когда-либо видел. Ты слышишь намного больше звуков, чем ты когда-либо слышал на самом деле. Ты понимаешь больше, чем ты когда-либо понимал, и прошел больше, чем ты когда-либо ходил. И в жизни становится не кредо, наверное, но ты начинаешь верить в себя. Ты начинаешь понимать, что ты все равно все сможешь. Потому что ты уже смог достичь чего-то намного большего, чем ты когда-либо достигал. В прошлом году я ходила в водный поход по Карелии на катамаранах с большим приключением. Это была программа Аква-Активити Ускорение второй категории сложности. Наш поход начался с речки Тунгуда и Бохта. На их прохождение нам понадобилось где-то 3 дня или 4. Все закончилось в Маш-Озерах, где были очень красивые кувшинки. Их там много. Недалеко от Маш-Озера есть населенный пункт. И это будет ваша последняя стоянка, где есть связь. Больше еще не будет до конца похода. После этого у нас была переброска на речку Охта. Она являлась нашей основной рекой для сплава. Верхний Охт достаточно тяжелая тем, чтобы приобрести много озер. А в плохую погоду, что было в прошлом году в Карелии, особенно во время моего сплава, это не просто встречный ветер, огромные волны, но благодаря команде и духу, который поддерживали инструктора, мы все смогли, перегребли. И после этого, когда большее количество озер уже позади, начинаются шиверы, пороги степенные, первые категории, и иногда определяющие для нашего похода пороги второй категории сложности. Чем дальше мы идем по Охте, тем сложнее будут пороги и все больше второй категории. Но за весь поход у нас было три обноса. Первый обнос мы обносили плотину разрушенную. Ее нельзя было проходить, из-за того, что там было очень много досок с торчащими гвоздями, и была большая вероятность порваться. А если категория не рвется, то нужно ждать очень много времени, чтобы его заклеить. Второй обнос, это был порог к киверистиям. Если первую и третью ступень еще можно было пройти, поскольку это первая и вторая категории сложности, то вторая ступень это четвертая категория сложности. Все осложняется тем, что в начале этой ступени есть большой обливной камень, под которым сифон. И очень много групп делают там оверкиль, то есть переворот. И нам нельзя было проходить его в принципе, потому что у нас поход второй категории сложности, но и это было безумно страшно даже смотреть на него. Затем мы впали в нижнюю Охту, которая напоминает больше болота, и было забавно, когда ты гребешь, вставляешь весло в воду, а достаешь весло с водорослями. Такое было постоянно в нижней Охте. И там был еще один обнос порога тютери. Он был в третьей категории сложности, и осложнялся тем, что там много было бетонных плит, в которые тоже можно было порваться, и клеиться никому не хочется. Поэтому мы делали обнос. Обнос там делать несложно, в отличие от киверисти, потому что киверисти это скалы, по скалам досить, а тут прямая дорожка, по которой просто пронести катамараны. Потом, в конце Охта, впадает в речку Кейм, по ней мы прошли, наверное, километров 7, и дошли до ГЭС, что являлось нашим антистапелем, где мы просушили катамараны, сначала их помыли, потом просушили, и нас забрал благополучный автобус. И все ехали грустные, в то же время радостные, потому что поход закончился, но радостные, что мы преодолели все 173 километра, смогли, и горды собой были. Я могу сказать то, что не сразу, так как мы еще обсуждали этот вопрос с классом, как только закончился наш поход в Краснодаре, и нам он дался очень тяжело, не только физически, но и психологически, так как на протяжении целого дня ты должен идти с тяжелым рюкзаком, например, в первый день похода у нас было очень сильное солнце, нам было очень жарко, а вот в последний день похода пошел очень сильный град, мы шли под градом, ставили палатки под сильным ливнем, ставили тент, разводили костер, и нам это, правда, очень тяжело давалось, но мы могли сказать то, что мы получили кучу эмоций от похода, и были готовы пойти в следующий поход, но как минимум через полгода, чтобы отойти от первого похода, чтобы все эти походы не смешались, потому что первый поход, он особенный, ты смотришь, нравится тебе это дело, не нравится тебе это дело, насколько тяжело, готов ли ты к этому, и я думаю, то, что походы, они очень хороши, и, конечно же, нельзя так сразу идти в следующий поход после первого, после какого-либо еще похода, так как нужно время отдохнуть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!